Около полутора тысяч кубометров древесины есть сейчас в хранилищах зеленхоза. 90% из них – дрова для отопления. По словам главы предприятия, их продадут населению по рыночной цене и распределят между работниками, которым по договору разрешено пользоваться определенным количеством древесины. С запросом в ассоциацию зеленого хозяйства на покупку древесины обратились пока чуть более 200 человек. Здесь хранится около полутора тысяч кубометров древесины всех пород деревьев, которые растут в парках и на улицах Кишинева. Подавляющее большинство было доставлено после непогоды 9 августа, когда было повалено или сломано около трех тысяч деревьев. 90% этой древесины может пойти на отопление жилых домов, и лишь небольшая часть на строительство, говорит глава зеленхоза. Еженедельно эта древесная масса оценивается комиссией, то есть для рационального использования и выделения тех сортов, которые можно использовать в качестве рабочей древесины. Фактически весь этот древесный материал будет продан. С этой целью сейчас разрабатывается каталог цен на каждый вид древесины. В среднем на рынке кубометр твердой древесины, используемой для топки печей, стоит до 900 леев. Виктория Коваль говорит, что от граждан, желающих купить дрова, уже подано 210 заявок. В то же время часть будет распределена среди примерно 660 сотрудников муниципального предприятия. По договору предусмотрено, что каждый сотрудник может воспользоваться нормой для отопления жилья, а это 6 кубометров лиственных пород. В начале августа генсек правительства Дмитрий Удря заявлял, что для поддержки социально незащищенных семей цена на древесину останется на уровне прошлого года. Так, кубометр твердой древесины будет стоить от 550 до 875 леев, мягкой от 350 до 475. Чтобы цена на древесину не росла, правительство субсидировало агентство Молтилва на более чем 64 миллиона леев. При этом функционер уточнил, что лесхозы будут продавать дрова только домохозяйствам и госучреждениям. Приоритет будет отдан образовательным учреждениям.